Хаос и разрушение. А в народе эти слова являются синонимами последствий землетрясения. Природная катастрофа безжалостно разрушает здания, различные сооружения и самое ужасное – уносит жизни людей. Сегодня мы наблюдаем, как целые города в Турции стали беззащитны перед стихийным бедствием. Напомним, что Республика Дагестан расположена в самом центре северокавказской сейсмоактивной зоне землетрясения, где так называемые подземные колебания цикличны и имеют свойство природного повторения. Последнее землетрясение в Республике Дагестан произошло в мае 1970-м году. Сколько баллов? Там было в эпицентре 9 баллов, но дошло до города Каспийск, где мы с вами проживаем, 7 баллов. Это землетрясение полностью разрушило 22 населенных пункта, 257 частично и около 45 тысяч жителей республики осталось без крова. По словам начальника курса гражданской обороны Даира Меджидова, стихийное бедствие унесло жизнь 31 человека и навсегда оставило отпечаток в памяти жителей Дагестана. Отметим, что землетрясение нельзя предсказать или предугадать. Даже ученые с помощью современных приборов не могут определить время и место подземных толчков. По этой причине нужно быть всегда готовым и иметь базовые знания о мерах безопасности во время катаклизмов. Во-первых, надо держать в удобном месте, где вы могли спокойно, без суеты, без паники, быстро забрать свои документы, деньги. Рекомендуется карманный фонарик и запасные батарейки. Также рекомендуется иметь дома запас питьевой воды. Одним из важнейших действий, которые нужно выполнить во время начала толчков, это обязательно перекрыть воду, газ и выключить свет, дабы не усугубить ситуацию. Если вы уже чувствуете колебания, слышите гул, в этот момент как бы не было трудно, нужно сохранять спокойствие и найти в постройке безопасное место. Это оконные и дверные проемы, это капитальные стены, углы вдоль капитальной стены. Если ванны оказались, например, самой ванной, то можно просто детей в ванну и их накрыть. Это считается относительно безопасным местом. Но если 100 капиталей есть, временно, для чего это можно использовать? Потому что во время заплесения возможно падение различных строительных конструкций, стокультурных на голову. Во время происходящих подземных толчков ни в коем случае сразу не покидайте здание, в котором вы находитесь, так как вы можете пострадать от падающих обломков. Не используйте лифты, убедитесь, что лестницы надежны и спуститесь по ним. На улице держитесь подальше от зданий, трубопроводов, систем газоснабжения и линий электропередач. Если вы находитесь в автомобиле или в общественном транспорте, остановитесь. Найдите безопасное место, остерегайтесь мостов и соблюдайте спокойствие. После землетрясения, в первую очередь, если вы в состоянии, окажите людям помощь, физическую и психологическую. Единственное, если человек плохо, то себе и детям оказать первую помощь. А вот завал – это уже дело спасателей.